Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. С 17 по 19 февраля в нашем городе пройдет достаточно знаковое событие – 8-й зимний межрегиональный слет православной молодежи. В этом году он будет посвящен юбилейному событию в нашей стране, событию с трагической и драматической нотой – «100 лет революции». И называться он будет «От революционных перемен к перемене ума». Ввиду того, что этот слет будет посвящен достаточно серьезной теме, требующей осмысления, мы решили заблаговременно на нашей передаче посвятить этой проблеме. И разговаривать мы об этой теме, о теме революции будем с тем человеком, который, ну, в нашем городе, можно смело говорить, является экспертом, специалистом в этой области, потому что и научное изыскание, и, что самое главное, книга, которую мы сегодня будем презентовать, вышла под его руководством, под его авторством. У нас в гостях отец Максим Кокарев. Здравствуйте, батюшка. Добрый день, отец Сергей. Добрый день, дорогие друзья. Ну, вот преамбулу я небольшую сказал. Мы постараемся провести три встречи с вами. Первая встреча, она такая знакомительная, знакомительная с вашей книгой и вообще с проблематикой. Вот вышла книга. Тоже для наших телезрителей это, наверное, очень важно сказать, потому что не так часто в жизни, в культурной жизни нашей епархии происходят такие события, когда наши священники издают книги. В основном, чаще всего, если мы слышим о каких-то книгах, то это московские авторы, питерские, Казань, Екатеринбург и так далее. А тут вы выпустили книгу, достаточно содержательный, увесистый том, серьезное оформление. И книга эта называется «История Самарской епархии в предсоборный период». У нас сегодня задача эту книгу презентовать, ну и в общей такой теме рассмотреть предреволюционное время и время собора, который собирался в 1917 году на материале Самарской епархии. Давайте поговорим о книге. Вообще, почему именно этот период стал для вас интересен в плане научных изысканий? Ну, надо сказать, что сам этот период, конец 19-го, начало 20-го века, достаточно давно является таким вот, ну, скажем так, предметом моего интереса со времен обучения в университете. То есть так сложилось, что и мои первые, скажем так, пробы пера, мой диплом университетский, он тоже был про начало 20-го века. В каком-то смысле, наверное, повлияло, это было начало 2000-х годов самое, я защищал в 2003-м году, повлиял тот факт, что вот тогда появлялись первые, скажем, какие-то книги очень интересные по этому периоду. И, собственно говоря, там за год до своей защиты мне попалась в руки книга, вышедшая в 2002-м году, и очень серьезная монография питерского историка Сергея Львовича Ферсова «Русская церковь накануне перемен». Как раз тот же самый период. Только там был охват, что называется, общероссийский. Там был анализ всего, что происходило в церкви на самом высшем уровне. Синод, там все, что было, как обсуждали судьбы церкви в высшем обществе, при том же царственном дворе, в общем, как происходило обсуждение реформ церковных, и как они не состоялись до 17-го года, в общем. Книга удивительная, книга интереснейшая, и можно сказать, что с тех пор, наверное, этим периодом заболел сильно. И вот на данный момент пока меня интересует, до сих пор я занимаюсь этим периодом. Этим и самим собором 17-го и 17-го года. Но когда ознакомившись с некой такой общероссийской перспективой, я попытался, все-таки мы же, все патриоты своей малой родины, интересно же, что происходило здесь у нас, я вы так для себя с некоторым удивлением обнаружил, что именно этот период вот в истории Самарской епархии, ну вот есть определенная лакуна серьезная. Потому что какие-то периоды достаточно освещены. У нас есть исследования по 20-му веку, по роли церкви, вот в Великой Отечественной войне, в том патриотическом подъеме, который был, в частности, даже, например, конкретно Куйбышевской, тогдашней епархии, у нас есть талятинский ученый, замечательный, Вадим Николаевич, и Якунин, его докторская диссертация, как раз Куйбышевская епархия, в Великую Отечественную войну. И вообще у него много, там, ряд статей тоже вокруг этой темы. Поэтому, как бы, вот с 20-м веком эпоха гонения тоже более или менее есть, скажем так, и люди, которые занимаются. А вот как раз предсоборный период, предреволюционный период оказалось, что действительно, ну, очень краткие какие-то штрихи только, да, вот в трудах наших краеведов, а какого-то полноценного исследования нет. И, как мы знаем, в общем-то, наверное, каждый, кто пишет какую-то книгу, пишет ту книгу, которую когда-либо хотел прочитать в свое время, да, и ее не было. Ну, вот, собственно, это стала темой следствия. С этой темой поступал в общественную аспирантуру, предлагал там, она нашла отклик. То есть получилось так, что вот человек, к которому я пошел, мой научный руководитель, он тоже как раз вот специалист по этому предсоборному и соборному периоду, у нас до сих пор, мы до сих пор вместе, так сказать, занимаемся и по собору, ну, вот, Александр Ильич Мраморнов, и он с такой радостью вот меня воспринял, что я именно с такой темой пришел. Собственно, его, в свое время его кандидатская, похожая, но на саратовском интерьере, а на самом саратовом. И поэтому мы как-то так друг друга нашли, что называется, он мне очень помогал. Он написал к этой книге вступление, очень, даже слишком, наверное, лестное для меня. Вот. И, собственно говоря, эта книга, это расширенный вариант кандидатской диссертации. То, что диссертацию немножко велели подсократить, по-кому, третьей главы диссертации, вероятно, не будет. Самый такой динамичный и такой, ну, наверное, наименее скучный. Ну, и прежде чем мы перейдем, собственно, к содержанию, нашим телезрителям мы скажем, что эту книгу вы можете приобрести в храме Сретения Господня, что в кошелевой проекте, или в храме Святой Мученицы Татьяны и в семинаре. В храме Святой Мученицы Татьяны при Госуниверситете. Ну, а теперь о содержании. Что интересного? То есть у нас, понятное дело, времени не так много. Может быть, просто вот какие-то штрихи, какие-то истории, какие-то имена, которые... Ну, вот, наверное, да, то есть подробно пересказывать не буду. Я только скажу о структуре, что, в общем, эта книга посвящена, как сама изначально была задумана диссертация, именно системе управления. То есть вот, понимаете, у нас был такой определенный перекос, у нас какие-то житейные моменты житейские описываются. У нас было что-то из биографии, были какие-то яркие моменты из... Вот, конкретно об архиереях написаны. Вот тот же Вадим Николаевич Якуин, у него была книга «История Самарской епархии» в портретах архиереев. То есть вот главы, те, кто возглавляли нашу епархию в этот период, они, небольшие такие зарисовки, портреты биографические были. А вот подробного академического исследования о том, как была устроена вся система управления епархией... Потому что епархия — это не только епископы. Это еще большое количество институтов. Одному человеку невозможно управлять многомиллионной епархией. Мы понимаем, что у нас немножко по-другому церковь устроена, чем в Греции, например, где страна, ну, видели Грецию на карте, она гораздо меньше. А епископов, например, столько, сколько у нас. Епархий гораздо меньше, скажем так. И понятно, что управляться епархией, которая, совпадая с границами губернии, там тоже Самарская, это огромное. И в начале XX века очень динамично развивавшаяся, надо сказать, территория. Не случайно, там Самара кормила, так сказать, всю Европу хлебом. Мы называли Самару русским Чикаго по экономическому росту, по бурной такой капитализации. Вот, то есть вот, понятно, да, огромное количество приходов у нас к концу вот этого, до революционного периода, было там тысячи приходов. Понятно, что не мог один человек, естественно, да, то есть этим управлять. И вот как была выставлена вся система, епископ, то, условно говоря, правительство, которое ему помогало, поликонсистория, как были устроены другие институты, разного совершенно направления, образовательные, да, то есть система духовного образования, церковно-прекрасных школ, это отдельная система, очень сложная и разветвленная, которая при победоносце, как раз в конце 19-го, начале 20-го века, очень активно развивалась. С другой стороны, система социальных и благотворительных учреждений, касса взаимопомощи, похоронная касса, которая была у самарского духовенства. То есть если человек умирал, из этой кассы он получал на погребении какие-то, на первое время вдова его и дети получали какое-то первое содержание. То есть понятно, что вот очень сильной, ярко выраженной позиции государства социальной тогда еще не было, и это никак не наша проблема. То есть наше государство никак не было хуже других. Мы знаем, что это все начиналось еще только в Европе, только-только. В начале 20-го века появляется первая вообще пенсия от государства. Помните, как раз в Первую мировую войну, и когда были эти первые законы, их еще называли гробовые, потому что возраст был такой, что до этой пенсии не доживали сначала никто, 75 лет было во Франции, около того, реклимансов. И понятно, что так было. И понятно, что люди сами себя были вынуждены поддерживать. Были касса взаимопомощи, были похоронные кассы, эмиритальная касса. Это такой негосударственный пенсионный фонд духовенства. То есть пока человек работал, был активен, служил, он туда отчислял жалования. Выходил на пенсию, не дай бог, там, заболевал, не мог служить. Или умирал, его вдова получала оттуда пенсию. И эти пенсии были даже выше тех пенсий, которые все-таки в начале 20-х века стали появляться государственными. То есть с 1902 года у духовенства появились небольшие государственные пенсии. Но, во-первых, там тоже зависело от выслуги. Не у всех, не много, не большие. А вот из эмиритальной кассы, да, это как раз было больше помощи. Причем самое интересное, вот почему, тоже я с гордостью могу, да, писать и говорить о Самарской епархии. Наша епархия молодая тогда, в принципе, ну, по сравнению с великорусскими какими-то, да, середина 19-го века. То есть в нашей епархии было там, 70 лет не было отроду на момент революции. Но при этом, может быть, в силу своей молодости и динамичности, она во многом была как бы впереди. Ну, например, просто достаточно сказать, это мало кто знает, что в рамках всей русской церкви первая эмиритальная касса, вот такая касса, не государственная, пенсионная, появилась именно в Самаре в 60-е годы при молодыке Герасиме. Это еще не в мой период, но это просто факт. И по многим другим показателям, по количеству созданных при приходах церковных приходских попечительств, которые занимались благоустроением, храмом, украшением, тоже Самара была в лидерах в абсолютных. И были годы такие, по крайней мере. По масштабу охвата церковно-приходскими школами тоже мы были на одной из первых ступеней. Но впереди нас были только такие парки, как Киевская или Минская. То есть у нас действительно... Причем самое интересное, что если уж вдаваться в подробности, то в Киевской пархии, по-моему, еще там, в тех, кто были впереди нас, больше было в целом по общему количеству школ, но они же были разные. И вот там это, скажем, такой, вот этот выход вперед, он был осуществлен за счет очень таких простых школ, школ грамоты, самых примитивных. А у нас все-таки школ грамоты было достаточно много, а были более продвинутые, скажем так, школы. Ну, потому что школа грамоты – это обучение элементарным навыкам письма о чтении, школа, про которую тоже шутили, там, из-за интеряда, значит, одни счеты. Вот, то есть... А у нас все-таки были школы в основном так называемые одноклассные, двухклассные. Это школа более такого качественного образования. Вот. Поэтому во многих отношениях Самарской епархии действительно, ну, какие-то вещи у нас впервые, так сказать, обкатывались, или мы действительно были на первых, так сказать, ступень. Поэтому моя задача была именно постараться достаточно предельно подробно, потому что там первые две главы самые такие подробные. Это как раз описание того в первой главе, как была устроена система. То есть епископ, консистория, на местах благочинные, благочиннические советы, то есть, достаточно разветвленная система управления. А вторая глава – как эта система действовала, как она работала в разных сферах. Поэтому в второй главе отдельно миссионерское дело, и как это действовало, потому что там тоже целые институты были задействованы. Социальная сфера, благотворительная сфера, образовательная, то есть там духовное просвещение народа, церковно-приказские школы, судебная. Без этого тоже нельзя. Это вепархия живой организм и всякое, так сказать, возможно. И церковный суд, как он был устроен, какие предлагались тогда, как раз в начале 20 века, обсуждались у нас тоже в Самаре, кстати, очень активно, проблемы церковного суда, возможности его реформирования. То есть по всем, вторая глава – это направление, по которому все это работало. И, например, вполне тоже зачастую живых, и все на архивных документах. Кстати, книга целиком построена на архивных документах. В основном это документы нашего архива, государственного архива Самарской области, и ряд документов российского государственного исторического архива в Питере. Там, например, там хранятся все отчеты. То есть из Самары, Самарский епископ посылал отчеты в Синод, они все там. У нас только копии, и то только по некоторым годам. Надо было ехать туда, я два раза такие заезды делал в РГА, и все отчеты, и еще ряд документов. Личные дела там хранятся, некоторые очень интересные, известных самарских, конечно, нерядовых священников, но тех же епископов, известных как того же кафедрального нашего протеерея, отца Валериана личное дело тоже там в Питере. То есть в основном это наши, конечно, 90% это наши архивы, и ряд документов архивов. Вот я и ГАРФ Московского государственного архива Российской Федерации. Поэтому книга практически вся на документах, и они как раз показывают реальные такие живые свидетельства. И, кстати, чтобы это было интересно, то есть если вот кто будет смотреть, то, конечно, при создании книги мы исходили из того, что когда вот ты описываешь и говоришь, вот в этом документе написано вот тот, или документ интересен вот тем-то, что вот, конечно, читателю сложно, нужно иметь очень большую фантазию, что себе представить сам документ, потому что журналы духовной консистории, все это там целые бланки, особенные документы, или там докладная записка такого-то там. И поэтому мы все-таки постарались сделать такую интересную подборку иллюстраций. Там есть такая цветная вклейка, где самые интересные, на наш взгляд, на взгляд издателей, мой редактор, моего научного руководителя, самые интересные документы, знаковые, яркие, типовые, может быть, что-то, да, такие, это они там представлены. То есть в цветном, в очень хорошем качестве. Можно посмотреть, как это выглядит на самом деле, как редактировались они, допустим, отчет, ну, одна из страниц отчета о миссионерской деятельности священника там села такого-то. И она вся испещрена на полях с синим карандашом. То есть это правили для того, чтобы составить общий отчет по епархии. То есть как это делать? Вот тот человек, который редактировал, собственно, там, рука отца Валияна Лаврского, собственно, нашего кафедрального патриотства, он сидел и вычитывал в большом количестве. Епархия огромная, отчет много. То есть это требовало, то есть даже такая бумажная канцелярская работа, вот она, ну, тоже по-своему интересна. То есть для исследований это для исследований. Отец Максим, у нас не очень много времени остается. Мне бы хотелось немножечко вот закинуть мостик в нашу следующую передачу. А в следующую передачу мы хотим с вами встретиться и посвятить теме именно собора и его постановлений, его повестки, что было важно. Вот. И в том числе хотелось бы перекинуть мостик в тему слета, темы революции. Недавно попалась мне интересная статья, где один из историков размышляет о том, что революцию в нашей стране революцией называть нельзя, вот, что это скорее некий, то есть бунт, вот. При всей благостности внутренней политики, да, то есть что все хорошо, ну, даже вы сказали, что в Самарской епархии таким Чикаго российским считалось, и у нас житницы были полны, и хлебом мы всех кормили. Вот при этом, при всем, какое-то общее недовольство у людей росло. Вот. Если сказать, ну, кратко, насколько это можно, вот в Самарской, на примере Самарской епархии, какие были вот действительно проблемы в жизни церкви, пережили ли мы их, требуют ли они какого-то осмысления, и в первую очередь, каков запрос у простых мирян был, может быть, к церкви, чего хотели и чего не получали. Ну, собственно, это вторая такая задача была у книги. Первая задача показать, как оно все было устроено, а вторая, то есть честно, то есть понятно, что есть риск, да, для церковного историка приукрашивать реальность, на самом деле, делать-то ни в коем случае нельзя, иначе никаких уроков вынесено не будет. Честно показать, какие были проблемы. Проблем было очень много. Вот был очень такой серьезный, скажем так, диссонанс между динамично растущей, развивающейся, скажем так, реальностью и старыми, там, теми же формами управления. То есть в тех границах, в каких-то все существовало в начале 20 века, было всем уже абсолютно понятно, что вот так все дальше устроено быть не может. Начиная вот с того, с чего мы начинали говорить, начиная даже с границ епархии, что один человек, а мы знаем, что епископ в идеале, да, в таком церковном понимании, это, ну, пастырь, который достаточно близко должен в идеале знать свою пасту, поэтому, когда мы читаем древних святых отцов, которые действительно были такими, епархии были меньше, когда они чуть ли не, как пишет тот же Иоанн Златоуст, там, чуть ли не, там, регулярно обходил дома собственных прихожан, и интересовался, был в курсе, чем живет его паста. Ну, понятно, когда у тебя тысячи приходов, там, огромные многомиллионы епархий. Поэтому был, во-первых, один из вопросов на повестке дня стоял, что, ну, вот сама вся структура управления должна меняться, и дробиться епархией по размеру, что невозможно, и меняться само устройство органов епархиального управления. И уже на повестке дня абсолютно точно, особенно с пятого года, когда цензура была практически упразднена, и стало можно все обсуждать, если до этого все-таки какие-то вещи можно было осторожно только говорить о каких-то вещах, то с пятого года, конечно, уже это просто вал обсуждения в светской печати, в церковной, в церковной понятно, в светской, потому что она очень любит учить жить церковь, естественно, да, всякие либеральные, там, кадетские и прочие органы, там, появились же партии, да, и очень любили поучить церковь, какой она должна быть, да, там, то есть, ну, это, ладно бы, если только совне, изнутри церкви, все прекрасно тоже понимали, не надо было никого учить, что проблемы, они есть. И стоял на повестке дня вопрос об усилении вот такого соборного фактора в управлении церкви. Но начинались, начинали привлекать мирян к управлению какими-то церковными делами, по крайней мере, хозяйственными. То есть, уже вот в последние предреволюционные годы на все съезды духовенства приглашали, не приглашали, а уже с 9-го года, по-моему, с 1909, это было обязательным, выбирали от каждого благочиния там представителей мирян, старосты, по крайней мере. То есть, уже назывался съезд духовенства и старосты всех приходов. То есть, уже как-то привлекали, потому что стало понятно, что вот такое жесткое отделение, да, как бы церкви учащей, церкви учимой, вот, клира от мира, оно, в общем, ну, сильно обедняет. То есть, правильно ли я понимаю, что народу не хватало именно душепопечения? И душепопечения, то есть, у нас, понимаете, у нас зависит от периода, то есть, если брать просто весь, у нас единственный епископ, который побывал в каждом приходе епархии, то есть, лично, владыку увидел, это владыка Гури Бортасовский, но который, на минуточку, у нас правил 12 лет. То есть, он дважды объехал, наверное, все приходы. Остальные были настолько недолго, и это тоже проблема. Часто перемещение архиереев, это ведь не по их инициативе, это Синод, собственно говоря, высшая власть, так сказать, в лице императора. Да, тут надо для наших телезрителей, наверное, пояснить, что Синод – это не собор епископов. Нет, Синод – такая, да, организация, ну, скажем, министерство такое, ну, понятно, что оно все-таки состоит в первой части епископов, но велика была роль, особенно в этот период, до 5-го года особенно, такой, значит, должности, как обер-прокурор, Синод, да, человек светский, ну, после, вот, до 5-го года был Константин Торчевич Победоносов, очень известный, который над Россией простер савиные крыла, как мы знаем, да, из известного стихотворения. Ну, вот такое было здесь ощущение, что тень такая, значит, не самая радостная, она нависла. Вот в его правлении становится, просто своего апогея достигает, например, перемещения архиереев. То есть он считал, чтобы они там не засиживались и не создавали некую, может быть, ему оппозицию, то есть он их менял, вот, это не я, конечно, это умные люди подсчитали, в среднем, в Победоносовское время епископ на одной кафедре проводил всего 4 года. Представляете? То есть за 4 года даже познакомиться с епархией толком нельзя. Поэтому вот ощущение единства со своим пастырем, он не то, что умерял, у священников, он священников-то не всех знал, наверное, лично, и 4 года это в среднем. Если Владыка Гури был у нас 12 лет за этот период, то остальные были меньше, что в среднем выходило 4. У нас один из епископов этого периода был полгода. В январе приехал 14-го, в июне уехал Владыка Петерима Акнов. И, конечно, это было абсолютно ненормальным явлением, неканоничным. Во-первых, каноны, церкви, древние каноны, они исходили из того, что епископ в своей пастыре обручается. Вот как жених и невеста. Все. И в древности перемещение епископов, если и случались, случались. То есть нельзя говорить, что вообще никогда не было. То даже просто выходящая вон, так сказать, из ряда причина. Ну, допустим, что-то такое он сделал, как-то так он себя повел, так жил, что вся паства, ну, его не принимает и настроена. Ну, насильно тоже нельзя, да? Да, насильно. И тогда действительно был возможен перевод или вообще удаление. А так в нормальной ситуации этого быть не должно. А у нас это было просто абсолютной нормой, к сожалению. И это было одной из самых важных проблем. Епископ не мог нормально управлять, учитывая, сколько было бумаг. И, как писал один из историков, в 20 веке уже смолич Игорь Корнилиевич написал, епископ оказывался прикован к письменному столу. И даже когда вырвался, удавалось куда-то поехать, мы понимаем, что, ну, чтобы объехать всю епархию, это нужно было огромное. Да, машин не было. Да, то есть он, это долго, он выезжал и месяцами, если уж он действительно был. Владыка Гури, почему действительно ему такое удалось? У него закалка. Он миссионер, он приехал к нам с Дальнего Востока, ему не привыкать. Он объехал всю Камчатку, Чукотку, там, то есть, в принципе, для него Самара это не так страшно. Я думаю, что, ну, посмотрите, какая замечательная, компактная епархия. Не то, что... Он был епископом Камчатским, Курильским до этого, и всего, что там в Тихом океане, значит, дальше находится. Вот, поэтому проблем было очень много. Проблем, самое главное, системных, структурных. Но самое главное, что вот то недовольство, вроде бы жизнь была не такой плохой, как нам иногда рассказывают, экономически и все, но вот это, главное, разрыв ожиданий и их неисполнение. И это было и в социальной жизни, когда вот новой, нарождающейся, да, наша, та же буржуазия, да, то есть она хотела больше власти, хотела больше участия в жизни. А вся система, немножко более 30, старевшая феодальна, она их, так сказать, не пускала недалеко, не всегда. Все хотели, было ощущение чего-то, да, какого-то прорыва вперед, какого-то нового шага, но при этом все менялось и двигалось не так быстро, как хотелось бы. Аджец Максим, время нашей передачи подошло к концу. Да. Но мы с вами прощаемся ненадолго, в следующий вторник мы обязательно с вами встретимся еще и поговорим о той же самой теме, но с другого ракурса. С вами, дорогие друзья, мы сегодня прощаемся, храни вас всех Господь и призываем, приобретайте, поддерживайте, что называется, отечественного производителя, поддерживайте наших священников, отцов, которые трудятся, которые исследуют, покупайте книги, читайте, просвещайтесь. и всех вас в том числе приглашаем к участию в зимнем слете. Храни всех вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok